Всем привет! Рад приветствовать вас на канале Миниатюры и Диорамы. И сегодня мы продолжаем с вами цикл роликов Диорамы с нуля и до финала. Сегодня у нас четвертая часть. Если вы не видели до этого первые три, то переходите в плейлист, смотрите и чтобы не пропускать последующие, подписывайтесь на новые видео, ставьте колокольчик, а мы начинаем. Для создания травы есть несколько способов, как от бюджетных, так и более затратных. Тут каждый выбирает то, что нравится конкретно ему. Я люблю комбинировать как покупные пучки травы, так и сантехнический лен, потому что мне он нравится, наверное, с моего первого опыта использования. Как сделать траву из сантехнического льна, посмотрите вот здесь. Сверху будет подсказочка. А мы будем использовать, вот она уже нарезанная и покрашенная. Это как раз с тех пор еще осталось, когда мы с вами ее заготавливали на этом ролике. Есть сантехнический лен покрашен гуашью, есть пучки. Я использую пучки от фирмы Моррисон. Это целые полоски, у них также есть и пучки. И вот здесь они немного нарваны, потому что мне нужна была вот такая калька для влажной палитры. И будем использовать смесь флока и сушеных листьев для подложки. Так как, как я и говорил, у нас будет немного небольшое отступление. И мы сделаем немного необычную работу в плане травяного покрытия. Клей я буду использовать от фирмы Моррисон. У них есть клей для флок травы, есть просто акриловый влагостойкий, есть клей, который быстросохнущий. Все это есть в их магазине и довольно-таки по доступной цене. Для начала обязательно на любой работе я делаю нижний слой. То есть не оставляю землю голой, выстилаю ее чем-нибудь. Или флоком обычно прохожу, присыпаю. Но в этом случае мы будем присыпать вот такой вот вещью, создавая осеннюю подстилку. Клей, чем хорош данный? Он довольно-таки быстро высыхает и, как утверждает производитель, он обладает более высокой электропроводностью. Не проверял, честно, но мне нравится, как он клеит. Он практически моментально высыхает, поэтому я им доволен. Для нанесения подложки подложите под основание какой-нибудь, может целлофановый пакет, можно лист. Я буду использовать обычно салфетку, точнее влажное полотенце, вот эти сухие полотенца, которые идут в рулонах. И начнем. Особо не скупитесь на клей, все равно потом все мы будем это закрывать пучками или еще чем-нибудь. Или полосками. В ручей я тоже добавлю. Немного, но добавлю. То есть чтобы в ручье тоже были листья. Вы можете этого не делать, тут все сугубо индивидуально, то что вы хотите увидеть. Мы нанесли с вами клей. Добавим в ручей немного клея. Желательно до проведения этих работ малярный скотч не снимать с краев, просто я привык его убирать практически сразу после высыхания основания. Но вы можете так не делать, если вы уверены в том, что вы подкрасите потом или не будете пачкать. Мы нанесли наш клей, теперь мы начинаем присыпать. Присыпать желательно мелкой фракцией, чем меньше тем лучше, но тут как получится. Какая-то часть у нас сейчас останется на основании, а какая-то часть у нас с него осыпется. Теперь мы берем, наносим клей на вторую сторону. После того, как мы дали нашей подставочке минут 10 постоять и просохнуть, мы с вами стрясаем все лишнее, собираем остатки в пакет. По большому счету мы уже получаем с вами готовый практически осенний пейзаж. Самый простейший, самый элементарный, но нам этого недостаточно. Поэтому мы с вами берем опять же клей от фирмы Morrison, берем какую-нибудь емкость. Я буду использовать непосредственно крышечку. После перемешивания здесь остается довольно-таки приличное количество материала. И начинаем местами добавлять наш сантехнический лен. Ролик по высаживанию сантехнического лена на канале есть. Я добавлю в уголочек подсказку. Посмотрите, кому интересно. Для этого нам понадобится пинцет, так как руками не всегда удобно это делать. Мы достаем пучок, формируем его. Так как это лес, трава в лесу довольно-таки высокая. Сделаем высокой ее по краям, а к центру сузим, так как тропа здесь уже должна быть более-менее вытоптана. И начинаем высаживать нашу траву. Где-то делаем выше, где-то делаем ниже. Возможно, после формирования пучка мы его с вами разрежем пополам, чтобы он был ниже. Мы добавили немного льна. Теперь мы берем наши пучки и добавляем пучки точно таким же способом. Раз у нас осенний пейзаж, мы добавляем немного сухой травы. Пучки длиной более 10 миллиметров. Нам нужно создать с вами неравномерность. По краю мы с вами можем вообще пустить целую полосу, так как Morrison позволяет нам это сделать подобным образом. Но не знаю, насколько это будет правильно и грамотно. Думаю, мы все-таки порежем данную полосу на мелкие кусочки и добавим к пейзажу нашему. Теперь берем опять наш лен и продолжаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok После того, как мы с вами добавили пучков, нам нужно немного сгладить вот эту вот границу, так как тропа не может быть такой идеально выровненной. Для этого мы с вами берем пигмент, я беру русская земля от фирмы Мих и добавим его немного на край нашей тропы, чтобы сгладить вот этот переход. Впоследствии на саму тропу мы с вами добавим листвы. Субтитры сделал DimaTorzok После добавления пигмента наша тропа имеет подобный вид. То есть мы убрали резкие грани и добавили немного размытости к границе. Что более-менее создало органичную картинку, которую приятно на данный момент созерцать. Теперь, что нам необходимо? Нам нужно, чтобы на тропе лежали листья. Но так как здесь у нас уже получается не такой, не такая кашмалаш, а именно просматриваемая какая-то область, для этого нужно использовать листву, которая будет по форме напоминать реальные листья. Для чего это делается? Для того, чтобы создать эффект реалистичности. Можно использовать листья, которые вы создадите сами с помощью пробойников. Пробойники можно купить от фирмы Greenstaff. Или же, если вы не сильно прихотливы, есть пробойники в Читай-городе. Стоят они, по-моему, 50 рублей. Но там немного масштаб крупноват. Но, в принципе, для наших мушт вполне этого будет достаточно. Я буду использовать листву от фирмы Amomich. У них лазерный рез, лазерный крой этих листьев. И сейчас покажу, как это будет выглядеть. Выглядят они подобным образом. И будем приклеивать также на обычный клей. Продолжение следует... После добавления листьев наша работа выглядит подобным образом. В следующих роликах мы с вами будем рассматривать изготовление дерева для этой работы. И, возможно, захватим изготовление ручья. А сейчас... Всем, кому видео оказалось полезным, подписывайтесь на новые видео. Ждите следующих серий. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok